Домашняя иконостасия Это домашняя иконостасия. В чем интересна эта серия? В чем наша уникальность при разработке этого комплекта? Каждые эти серединки это отдельные наборы. Их 14 наборов и отдельным планом стоит Пресвятая Тройница. Она подается сразу в такой вот красивой барочной рамке. Хотя я не знаю насколько барочной, потому что я вообще создавала эти рамки. Вдохновением для меня был русский фаркок. И поэтому мне хотелось объединить и сделать эту работу именно в хорошем стиле. Не просто древние иконы, которые особо почитаем, ну и оформление, чтобы оно было исконно нашим, славянским, родным, мгновенным нашими символами. Вот если взять рамку, которая предназначена для Христа и Богородицы, вы увидите здесь символы христианства. Это пшеница, это виноград, который всегда был символом христианства. Если вы видите виноград, это полуобъемная вышивка. Сами столбики, которые сделаны достаточно в таком вот лаконичном, строгом стиле, но пышное убранство букета делают эту работу и радостной, и торжественной, и радостной одновременной. Можно отказаться от этих рамок, можно создать свой иконостас только выше вот такие вот серединки. Вот мы специально поместили без рамок эти отдельные работы, серединочки. Но если, допустим, вы сделали эти серединочки и вы созрели до того, что захотите их в рамки потом охоты, вы можете докупить их отдельно и объединить вместе в одну вот такую вот работу, допустим, как вот здесь или как вот здесь. У нас три вида рамок. Вот это рамки, вот эти вот пышные, предназначенные для Христа и Богородицы. А вот эта вот рамочка, она, ну, ее можно... Ангелам не святым. Или, допустим, если вы делаете триптих, то это Николай Угодник или Иоанн Креститель. Здесь, конечно, в нашем варианте выставочном мы поместили их, ну, чуть ниже ангелов. Вот. Но варианты вы можете сами себе складывать. Еще чем хорош вот этот вот набор, допустим, вообще, вот вы сделали иконостас, очень часто к нам подходят и просят редкие какие-то имена. А вот есть у вас там Эдуард, Евгений там или еще что-то? Ну, нету, конечно. Ну, не будет такого, потому что создание вообще всех этих работ это достаточно затратный процесс. А на имена, которые задают, там спрашивают раз в два года, ну, извините, мы не в состоянии. Но, допустим, создав вот такой иконостас, ну, допустим, из основных каких-то икон, вы можете дополнить их именными, и купить отдельно, вот, скажем, вот такую рамку без серединки, и сюда уже вставить купленную в церкви свою именную иконку. И, может быть, даже если проявите фантазию, дополните ее вот таким вот нимбом, у вас уже будет опыт, опыт вышивки подобного нимба вот, ну, на предыдущих работах. И вы можете указать любые имена, вот так вот, допустим, здесь вот ваш иконостас, а здесь вот в нижнем ряду вы можете там Эдуардов, Евгений, Марков, ну, кого, так сказать, кто ближе по душе. Вот таким образом. Отлично. Да, причем мы в своей рекламе даем несколько вариантов выкладки этих иконостасов. Это вот как раз этот, мы возвращаемся к вопросу о сотворчестве, когда вы не просто повторяете то, что вам предлагают, а создаете уже на основе этого свое. Мне кажется, это наиболее интересно. Да, замечательно. Большое вам спасибо. Спасибо. Продолжение следует...